Политология и профессор университета Дрэкселл, здравствуйте. А вот со стороны Конституции какие вообще основания предусмотрены для импичмента президента? Там все очень четко. Там госизмена, там такие вещи, которые очевидно предписываемы сейчас Байдену, они совершенно не соответствуют каким-то параметрам для отстранения власти. Однако важно понимать, что импичмент и, собственно, суд, который проходит в Сенате, это сугубо политическая история. Она не имеет отношения никакого к юридическим механизмам в том плане, что там в Конституции написано, что основой для отстранения президента может быть там иные серьезные преступления. И, соответственно, палата представителей, когда выдвигает обвинения, и Сенат, когда принимает решение по этим обвинениям в ходе судебного заседания, он, собственно, сам решает, какие такие другие серьезные преступления. Поэтому это все носит политический характер, как в случае с Трампом, так и в случае с Байденом. Единственное, что в случае с Трампом там хотя бы было очевидно это «ты мне, я тебе», а в случае с Байденом непонятно, потому что вот его сын там, видимо, получал какие-то деньги от каких-то там незадачливых иностранных предпринимателей, но каких-то официальных действий, которые принял Байден в качестве именно официального лица в обмен на, значит, вливание в его сына, их, ну, нету. И никакого такого механизма «ты мне, я тебе». Или пока не нашли. Или нет, или пока не нашли. Вообще, как процесс проходит импичмента в США, вот начиная от вынесения обвинений и до судебного процесса? Ну, мы все это видели. Сначала в палате представителей заседает специальная комиссия, потом все это дело выдвигается на пленарное заседание палаты представителей, и это аналог такого термина, как предъявление уголовного обвинения. То есть импичмент — это просто предъявление обвинения. А в Сенате, то, что называется Сенат, это судебный процесс. Там Сенат, он выступает в качестве, не знаю, жюри присяжного, что ли, если сравнивать с аналогичными процедурами в других видах судопроизводства. Вот они принимают решение о том, насколько обоснованы те обвинения, которые были выдвинуты в палаты представителей. То есть палата представителей — это некий прокурор, а Сенат — это некий суд, вот если просто говорить. С присяжными, да. Почему на протяжении всей истории ни одна попытка импичмента, собственно, не увенчалась успехом, как вам кажется? Не, импичмент в палате представителей был, и довольно... Теперь уже у большого количества людей там, кто, по-моему, Клинтон, потом Трамп аж дважды, вот. А обвинение в Сенате — это простая история. Две трети сенаторов должны проголосовать за остранение президента от власти. И понятно, что очень редко в американской истории, когда две трети принадлежат какой-то одной партии. И учитывая, опять же, такую довольно серьезную партийную поляризацию, которая наблюдается где-то с 1994 года, когда Ньют Гингридж провел эту республиканскую эволюцию. В общем, последние 25 лет в США серьезная политическая поляризация, которая препятствует каким-то большим, серьезным решениям в Сенате, ну, в том числе и решения об остранении президента. Значит, походу, шансов мало, похоже, да. Спасибо большое вам, Сергей Костяев.